Том 1. Дело 2. Глава 2. Категория «Число. Экстенсивная и интенсивная величина». Продолжаем работать с математикой. Правда в этой главе Гигель нас предостерегает от использования формулы геометрических фигур. Философы прибегают к ним только от собственного бессилия. Число. Если взять определенное количество чего-либо, то это получится число. В нашем случае это число 4. Так у нас ровно 4 яблока. Число, в отличие от количества, уже имеет границу. Если в прошлой главе синусоиды на графике уходили вправо и влево до бесконечности, то теперь у нас есть конкретное число яблок, не больше и не меньше. У числа есть два момента. Это единица, то есть одно яблоко. И численность, то есть множество яблок. Численность и множество в этом случае синонимы. И в разных переводах учебника они переводятся по-разному. Слева внизу экрана у нас одно яблоко. И оно же есть число единица. А справа вверху у нас три яблока. Оно же множество. Экстенсивная величина. Одно или единица. Безразлично к своим соседям. Но при этом оно единица с ними. Если вместе они составляют некий результат, то есть множество. Отдельные яблоки безразличны друг другу. Вместе они составляют один ящик яблок. В нашем ящике два слоя яблок. По 20 штук в каждом. Всего 40 фруктов. Это пример экстенсивной величины. Когда мы берем определенное количество со своими границами. И всем многообразием различных яблок в одном ящике. Интенсивная величина. Когда яблок много, считать их поштучно неудобно. Лучше считать ящиками. Ящик это определенные границы. А вот численность яблок в разных ящиках может быть разной. Разные яблоки имеют разные весовые характеристики. От этого в ящике может быть разное количество. Так мы пришли к понятию интенсивная величина. Это простое определение границ, взятое в численности, то есть множестве. Интенсивной величиной является градус, который содержит в себе численность, то есть множество. И безразличен при этом к его содержанию. С градусами мы все прекрасно знакомы, но проиллюстрируем их на яблоках. Мы можем взять одно яблоко и разделить его на привычные 360 градусов. А затем в градусах измерять величину прокрасневшего сектора. Или взять бочку яблок и поделить ее на 100. То есть измерять в градусах мы будем степень ее наполнения. Количественная бесконечность. Интенсивная величина и экстенсивная суть одно и то же. Разница только в том, что численность в первом случае содержится снаружи, а во втором и снутри. Обе величины могут быть бесконечно малыми и бесконечно большими. При этом количественная бесконечность, как и бесконечность качественная делится на дурную и истинную. Дурная количественная бесконечность это бесконечное преуменьшение или преувеличение без каких-либо целей. Если в саду у нас растет яблоня, то с нее при созревании падают плоды. Мы их собираем и складываем в бочку. Складываем просто так, чтобы под ногами не валялись. Цель наполнить бочку до короев при этом у нас не стоит. В каком-то смысле наша бочка превращается в бездонную. Не в том плане, что туда влезет бесконечное количество яблок, а в том, что у нас нету цели достичь границ бочки. Необходимо понимать, что бесконечность это образ в нашем представлении. Если кому-то кажется, что бочка недостаточно бесконечна, то представьте себе товарный поезд из 60 рефрижераторов, которые нам необходимо заполнить урожаем всего одной единственной яблони, которая растет у вас на даче. Подобный эшелон больше уже похож на бесконечность. Истинная количественная бесконечность – это поступательный переход к некому определенному количеству. Берем всю ту же бочку с яблоками. Если мы наполняем ее не просто так, а чтобы приготовить по бабушкиному рецепту моченые яблочки для похмела, то перед нами как раз пример истинной бесконечности. Пусть яблонька у нас маленькая, хиленькая, а бочка огромная, но мы должны заполнить ее до краев, ведь, согласно рецепту бабушки, яблоки должны быть набиты плотно, под завязку, иначе они не приготовятся, а просто сгниют из-за нарушения техпроцесса. Редактор субтитров А.Семкин